Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата находится под пристальным вниманием со стороны государственных властей с самого начала военных событий на территории Украины. Одним из последних таких моментов, которые насторожил Министерство внутренних дел, стало заявление Всемирного Русского Народного Собора, назвавшего боевые действия, так сказать, «священной войной». После заявления Патриарха Московского Всея Руси Кирилла представители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата были приглашены в МВД для дачи объяснений. В свою очередь викарий Таллинской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Даниил заявил, что Собор – это российская общественная организация и представители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата не считают никоим образом, что этот наказ распространяется на них и на их деятельность. Министр внутренних дел Лауре Ланнемец тогда отнесся к заявлению Синода с недоверием, сочтя его вынужденным. Сегодня представители АПЦ выступили с официальным заявлением. Мы тоже обращали внимание, что принятый на этом Российском Народном Соборе этот конечный документ противоречит тем позициям, которые выражены в церковном документе, на документе основы социальной концепции. И мы-то касательно уже нас, Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, мы также не согласны вот такой трактовкой о войне, которая сейчас происходит в Украине. В сегодняшнем заявлении епископ Даниил попросил различать канонические и административные связи. Он заверил, что Эстонская Православная Церковь не подчиняется напрямую Москве, заявив при этом, что если кто-то думает, что из Москвы отдается прямое распоряжение, то это не так. Есть каноническая связь, поэтому Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата не может нести ответственность за слова патриарха Московского Кирилла. Да и на сайте Эстонской Православной Церкви также в заявлении «Черным по белому» говорится следующее, цитата. «Идея русского мира подменяет евангельское учение, мы, как христиане, не можем ее принять. Церковь призвана к проповеди мира и единения во Христе. В наших храмах ежедневно звучит именно такая проповедь». Конец цитаты. «Наше заявление, нашего синода, оно было тоже о том, что мы никак не хотим рассматривать себя и не рассматриваем себя врагами эстонского общества. Мы тоже считаем, что когда эта церковь все-таки действует, она объединяет разных людей. И когда эти люди имеют возможность приходить в храм, помолиться, то есть молитва, мы не видим этого действия молитвы буквально и сразу. Но молитва все-таки умиротворяет. И даже когда мы были на встрече в Министерстве внутренних дел, я тоже подчеркивал, что у нас в храмах весьма много людей из Украины, которые беженцы, которые здесь оказались». Сейчас можно сказать, что эстонская православная церковь Московского патриархата высказала свою позицию предельно ясно и точно. Дело теперь за мнением министра внутренних дел, насколько его эта позиция удовлетворит и какие шаги правительство предпримет по отношению к православной церкви в дальнейшем. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.